Короче говоря, состоялась у меня тут такая непонятная беседа с неким долговым агентством под названием «Сентинелл». Сейчас вы его увидите. Алло? 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 Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сефи Александровна, компания «Сентинелл» у нас разговор записывает. Иносян, Карен Геортович, а могу услышать? Сейчас, одну секундочку, я тоже запись включу. Алло? Да, могу я Карен Геортович? Минасян Карен Геортович, это я, наш сам разговор также записывается. Замечательно, в целях информационной безопасности дата рождения своего назовите. В 1986 году. Все верно. А вы как представитесь? Обязательство перед банком ВДП-24, полное погрешение по кредитам, тупо задолженности составляет 83 985 рублей 18 копеек. С вами уже неоднократно разговаривали, требования доводили банка, требования банка вам и так и не выполнены. Последняя возможность решить вопрос добровольно, оплатить долг не позднее 20 октября. Карен Геортович, вы успеваете? Я не собираюсь. Что вы не собираетесь? Я не собираюсь идти на уступки в банк и платить такую сумму, при том, что я брал даже меньшую сумму. И на протяжении 4 лет я платил исправно. Поэтому в этом случае я банк шлю к черту и буду разговаривать только в суде. Карен Георгиевич, а вы обратились-то в суд? Зачем мне обращаться в суд, когда через 150 дней я буду чистый? Через что? Еще раз. Прослушайте запись, разговор записывается. И что, что записывается? Я буду оплачивать строго по суду. Никакие третьи лица, ни долговое агентство. Тем более вы, Сентинелл, которые со мной беседуют третий раз, я имею в виду третий банк. Я беседу с вами вести не собираюсь. Вы для меня третьи лица. Обоснованность увеличения таких сумм я не понимаю. Поэтому оплачивать я ничего не собираюсь. Так а почему не оплачивали? Почему допустили-то просрочку? А это, простите, мадемуазель, вас не волнует, ибо вы третье лицо. Да нет, очень даже волнует. Дело в работе у нас находится, поэтому отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Вы понимаете, что я не знаю, кто вы на самом деле, потому что вы просто сказали, что вы из Сентинелла. Вы не подтвердили то, что вы оттуда. Вы назовите ОГРН вашей организации хотя бы. А зачем? Для того, чтобы я понимал, что вы конкретно из Сентинелла. Вы назовете ОГРН, я проверю его в интернете. Если совпадает, буду вести месяц. Да сейчас на сайт официальный заходите и проверяйте. Так а вы мне его озвучите, чтобы я знал, что вы его знаете хотя бы сами. Зачем? Зачем он там? За хлебом. Или за шкафом. Называйте как хотите. Я вам ответил, я не собираюсь платить ни единой копейки. Я скорее сдохну. Я скорее почту сойду. Вы платить-то вы в любом случае будете. И кто ж меня заставит? А кто меня заставит оплачивать? Вы упокойтесь. А кто меня заставит оплачивать? Прикрепите разговаривать параллель. А кто меня заставит оплачивать? Бросает трубку? Нет, не бросает. Она уже бросила. Она уже бросила, но трубка еще осталась. Да. Она набирает, смотрит. Просит следующее. Успокоились? Нет, не успокоился. Не успокоились. Я и за вас поворот пропустил. Как же так, а? Все, сбросила. Как же я буду жить-то без вас, мамзели сентинеллой? Вот так вот каждый день. И вот, значит, вам небольшая информация от меня, поскольку такое видео она не совсем прозвучала, точнее, не прозвучала вовсе. Короче, в 2010 году я брал в ВТБ кредит на сумму 60 тысяч рублей. Нужна была денежка, дабы рассчитаться с другими долгами. Хреба с ним был глуп, наивен, взял. Дали денежку, хорошо, замечательно. Вот, значит, на протяжении четырех лет кредит был взят на пять лет с зимнейшим платежом в 1710 рублей в месяц. На протяжении четырех лет ровно, даже четырех лет одного месяца, я платил кредит исправно. Да, были какие-то просрочки, но они всегда с сэртрафами и так далее все возмещалось. Так вот, все возмещалось. На протяжении четырех лет платил исправно. По суммам основного долга, по их информации, меня оставалось платить всего-то, по их словам, на 20 тысяч рублей. Хреба с ним. Да, возникли у меня проблемы финансовые. Они были серьезные. Я попал в просрочку не только по ВТБ, но и по куче других банков. Я не смог оплачивать. Месяц, два, три. И бац, они рисуют. Из оставшихся 20 тысяч рублей, которые мне нужно было заплатить, они нарисовали 83 тысячи рублей, как вы это слышали в видео, откуда, как, на каком основании. Они озвучивают штрафы, санкции, пении и бла-бла-бла. Да и может такого быть, ибо по закону этой страны, в которой мы с вами живем, штрафные санкции, пении и все прочее не может превышать а ставку реферансирования Центрального банка и б сумму основного долга в целом. А тут аж, извините меня, в четыре раза превышение. Если я ошибаюсь, дайте мне об этом знать. Я же не самый умный человек на этом белом свете, так сказать. Так вот, помимо банка ВТБ-24, такой же ерундой страдает Ренессанс Кредит, только там они еще более изворотливые. У этих ребят я брал сумму в 30 тысяч рублей, они нарисовали 36, типа, страховка еще сперва. Из них большая часть суммы была погашена, сумма основного долга висит в 15 тысяч рублей, они нарисовали 92 тысячи рублей, то, что я должен. Они пошли бы, они, вы знаете, куда, не будем ругаться матом, ибо нам это не интересно. И вот такая вот дилемма возникает, понимаете, вот Ренессанс хрен бы с ним, Лоховской банк там, из раза до русского стандарта, Тинькова и так далее. Но, блин, это был ВТБ, это был второй по крупности банк в этой стране. Как так? Даже Лоховской, опять-таки, Альфа-банк так не наглеет. Я у них брал кредит, я им должен ровно столько, сколько брал, то есть ни копейки больше, ну за минус процентов, 2 тысячи рублей сверху. То есть из 33 тысяч рублей я им должен 35 с копейками. Вот это я понимаю работу. Да, вот сейчас денег за работу, я ставлю банком, рассчитаюсь. И пофиг, что через 150 дней я уже буду чистым по сроку давности, по кредитному договору. Если кто не знает, то срок давности с момента последнего оплаты, если ни разу не подавали в суд и ни разу не оплачивали, при отсутствии поручителя это 3 года, а при наличии поручителей это 1 год. Если в суд не обратились, то все, человек чистый по кредитам. То есть он никому ничего не должен. Опять-таки, если я вдруг ошибся, поправьте меня в комментариях. Ибо я все-таки тоже человек. И вот так вот воюю каждый день с этими гребанными банками я их душу мотал, кто они такие. И ведь прикол в другом. Вот задержали зарплату, к примеру, да, человеку, а ведь никто штрафы-то и не платит, да? Ведь задержали пенсию, например, да, а именно то штрафы и санкции не платят. Так какого хрена, блин, вы нарисовали эту елесть непонятную? Что это за политика, блин, твоих стандартов? Короче, я очень злой, сейчас будет много бла-бла-бла, поэтому все, пока, лайк за, дизлайк, если не за. Все, пока.